Поэтому человек не должен беспокоиться о том, когда он станет начальником, когда у него будет хороший коллектив, когда у него будет жена или муж. Надо беспокоиться о том, выполняешь ты свой долг или нет. Вот о чем ты должен серьезно побеспокоиться. Выполнение долга — это противоположная деятельность, желание. Например, желание какое? Какие у нас желания? Разрушающие нашу жизнь всегда. Почему человеку хочется? Ему хочется спать утром. Кому хочется равно вставать утром? Поднимите руку. Хорошо. Я принимаю. Ваше вот это. Я принимаю. Если не хочется, спать я не можешь. Спать сам встаешь. Тишина в студии. Я принимаю это. Но теперь скажите мне, почему вам так захотелось? Потому что вы много вставали уже с утра и выработали эту привычку своим разумом. Это называется победа над судьбой. Но я вам скажу один секрет. Когда вы заболеете или вам будет плохо, это хочется, станет слабее вашей кармы, и вам все равно придется вставать поздно. Понимаете? Не все так просто в этом мире. Я уже 25 лет встаю рано утром. И все равно иногда это хочется побеждается силой, которая не всегда от нас зависит. Ну, потом опять. Потому что желание жить правильно уже сильно сидит внутри. И так человек может победить судьбу. Но судьба действует так, что обычно хочется больше спать. Когда солнце движется вверх, что происходит? Солнце движется вверх, оно поднимает туда вверх. То есть определенный вид энергии у нас внутри. Когда человек лежит расслабленный, туда она не поднимается. Эта энергия скапливается в организме в виде дошепиты, то есть разрушительного огня. И он действует у женщин сразу на придатке. Они начинают, как бы сначала мужчину, женщину, первый эффект, когда человек лежит утром, и в солнце встает. Ему хочется секса. Начинает думать о сексе, то есть все прочее. У него половой орган наполняется силой. Потом это все переполняется. Начинаются воспалительные процессы здесь внизу. Все заканчивается миомой, тростатитом, опухолем предстательной железы и так далее. Нарушением пермональных функций, бесплодием у женщин. Половина процентов бесплодий – это просто позднее вставание для женщины. Вот и все. Женщина начинает вставать рано, уже 50% бесплодия ушло. Но заставить себя вставать рано очень сложно. Потому что хочется же валяться. Женщина, мужчине легче, но женщина, у нее тело соткано из расслабления. Из счастья в расслаблении соткано женское тело. Она лежит рано утром на постели. Постель – это ее жизнь. Зачем с ней вставать? Без смысл. Я что, не так сказал, что? Все так. Затем, чтобы рожать детей. Это называется разум. Разум всегда сильнее желаний. Если человек хочет жить правильно, разумно. Женщина встает рано утром. Почему? Потому что она хочет рожать детей. Она знает, что это не поможет ей вот это валяние. И она встает. Ну, двоих родилов можно лежать. Можно лежать, миому можно вырезать вместе с маткой даже. Че, какие проблемы. Ну, лежать, ничего страшного. Лучше лежать и наслаждаться, чем думать об этих всех вещах. Энергия же плохая все равно будет скапливаться. Она будет разрушать организм. Появится Доша Пита. Доша Пита сделает лишний вес. Жир начнет накапливаться. Миома начнет создаваться. Гипертония. Это болезнь Доши Пита тоже. Ну, то есть энергия огня деструктивной. Доша означает деструкция. Пита означает огонь. Ну, то есть сила огненная, плохая, скапливается, когда солнце поднимается вверх. Оно наказывает всех, кто не хочет встать вовремя. Вот и все. Когда болеешь, надо быть аккуратным. Когда болеешь, надо быть аккуратным. Надо рано вставать, иногда ложиться, отдыхать. То есть человек больной, он должен, он сражается за свою жизнь. Он должен быть очень внимательным. Но вы же не болеете. В основном все больные нормальные. Болеете означает, что человек должен все лежит. То есть я про это говорю. Вот так мы все болеем, конечно. Но вставать рано все равно. А? Жаворонки и солны. Я исследовал эту тему и понял, что на самом деле мы все орлы. Жаворонки и солны. Мы все орлы. Сейчас я это докажу. Ведох, есть знания по этому поводу. Но говорится, что есть сила времени. Она самая сильная в этом мире. Это сила дает режим дня человеку. То, что надо следует. Если человек в прошлой жизни следовал режиму дня, то он рождается, внимательно следите, рождается с 12 часов ночи до 12 дня. Дальше, как рождается в это время, ему легче вставать рано утром. Он может опять же не вставать, но ему легче. А если человек рождается с 12 дня до 12 ночи, это значит в прошлой жизни он не соблюдал режим дня. И судьба наказывает его тем, что ему очень тяжело вечером ложиться спать вовремя. Очень тяжело. Он не может заснуть. Он чувствует, ему тяжело. Он мучается в кровать, думает. Ну я сова. Сова. У-у-у-у. У-у-у-у-у. У-у-у. У-у-у. Понимаете? Сова. Я не закончил Что вы хотите знания? Кто из вас сова под матерью? Ну да мы знаем Ваше знание заключается в том Ваше знание Синенькое Заключается в том Что вы уже давно не отдыхаете Вы не чувствуете отдыха в своем деле Уже давно Может быть лет 5 или 6 У вас расстроились уже гормональные функции Я не буду говорить какие Чтоб вас не смущать Дальше Вы чувствуете Определенную разбитость внутри Что как бы разочарование Какое-то определенное в жизни И так далее Я вам скажу даже по поводу чего Если вы не верите Разочарование Есть по поводу работы То есть Есть конкретный повод разочарования Я говорю об этом Вашей внешней жизни Понимаете? Теперь я вам даю знание Знание заключается в том Что если вы В течение полугода Будете вставать вовремя То есть До 6 утра Это значит Что Все это пройдет Вам станет легче Просто из-за того Что вы будете вставать вовремя Не делая ничего другого Еще раз Дальше 6 утра 6 утра Блин Следующий Соба Соба Черчилл Нарушение гормональной функции В гипофизе Скоро будет окуполь Начнется окуполь Скоро Там серьезное расстройство Вы вообще Вы героический человек Вы встаете не то Чтобы там 8 Я по крайней мере Сужу по последним Как бы дня Позавчера По-моему Вы встали Где-то Ближе к 11 Да Да Говорит Молодец Представляющая сова То есть Легли где-то Часа в 2 ночи Да Вот таких Для таких сов Уже готовится Особая судьба Онкология Сахарный диабет Спасибо Я не хочу вас Я не проклинаю вас Я не проклинаю Я даю вам знания Вам очень трудно Будет вставать рано Очень трудно Но если вы начнете вставать Вы увидите Как организм Сразу же Вот в первый день Вы встанете рано В 6 часов И ляжете В 9-10 часов вечера У вас легкость появится В этот же день Во всем теле Легкость Аппетит снизится сразу По вечерам Не хочется кушать Не будет хотеться Так сильно кушать У вас сразу Все начнем Приходить в норму И вы удивитесь Что так можно жить Но надо себя Сильно заставить Понимаете Это очень трудно Знания Вы меня когда Вспомните Я думаю Господи Вспомните меня Вам страшно Встанет И вы сразу Встанете Рано в утро Природа все предусмотрела Смотрите Женщина кормит Грудью Маленький ребенок У нее Сразу Психика Перестраивается На лунный ритм Это означает Что ребенок И женщина Они не подчиняются Солнечному ритму Они живут по луне Означает Что они встают Когда хотят И ложатся Когда хотят Также дети До 7 лет Они встают Когда хотят Ложатся Когда хотят Это не влияет На здоровье Беременная женщина Ложится Когда хочет Встает Когда хочет Не влияет На здоровье Человек Сильно болен Он лежачий Больной Встает Когда хочет Ложится когда хочешь, живет по лунному ритму в этом случае жить. Но все люди здоровые должны вставать по солнцу и вложиться в по солнцу. Это такое небольшое отступление. Для чего я его сделал? Для того, чтобы вы поняли, что в этом мире желания, они не помогают человеку жить, они разрушают его жизнь. Например, сильнее всего корчится кушать вечером. И это самое сильное разрушение для человеческой жизни. Женщина, которая ест вечером, она теряет красоту. Кормональные функции, левцо начинает плыть. То есть она теряет красоту, разрушает свою жизнь фактически. Надо меньше кушать вечером, больше в обед, сладкое кушать утром и так далее. Но это аскеза так же. Но это означает правильно жить. Что? Утром не хочется сладкое. А надо есть? На голову желудок. С мужем секса не хочется, а надо зачинать детей с мужем. Секса хочется с другим мужчиной. Более красивым. Но с этим дураков не хочется. Надо зачинать с мужем. Это аскеза.